Всем огромный привет, кто меня видит. Мы сегодня опять очень рано поехали, еще темно, вот тут меня даже практически не видно. Нет, даже еще 8 утра. В общем, опять ранние пташки, у нас очень много планов, куда надо заехать, что надо посетить и что надо сделать. Поэтому поехали вместе с нами. День обещает быть насыщенным. Пассаж. Мне да. Что-то мне кажется, у пассажа этого не все. Почему-то сейчас такие рекламы, всего лишь бы так вот пассажи покупали. Так они открылись, сидишь в момент, когда у людей денег нет, когда бизнес. Сейчас еще время сколько, наверное, начало 10-го. Мы сделали часть дел очень быстро. Кстати, очень полезно иногда рано вставать и делать дела вообще, вот как только-только все открывается. Тогда реально можно все без очередей, без пробок сделать и даже место найти, где автомобиль припарковать. А сейчас у нас путь лежит в 1-й Уральск. Также поедем все там через Европу-Азию, через эту базу Магнит. Если не будет сильно грязи, а грязь все-таки есть и окна сильно не замараются, можно, конечно, и поснимать. Сейчас смотрю, вроде как бы еще под застывшее все, но вот именно где машины ездят, там уже это, грязюка такая месяца. Вообще. Фух. Сейчас нас еще ГАИшник остановил, но ГАИшник попался хороший. Он, номер был грязный, просто протерли, он пустил. То есть никаких больше претензий и вопросов к нам не было. То есть бывают и хорошие ГАИшники. Мы заехали на заправку ГАСКОМНЕФТЬ, там Саша пошел себе на кофе. Заправляться не будем, не хватит бензина, доедем. Снежок такой пошел, вроде так тепло. Солнышко даже светит, сейчас у нас солнышко не улетит. Кстати, машина встала, вообще всем дороге подкроет. Вот у нас солнышко скоро совсем высоко поднимется. А так, нам сейчас в ту сторону ехать туда. Сейчас заправимся и поедем. Все выносят что-то вкусное, у меня есть с собой чай первый. Я уже хожу по первой Уральской, ни за что не догадайтесь, зачем я сегодня сюда приехала. Здесь на заднем фоне видно зубной кабинет, вернее, это зубная клиника Донтист. И я специально очень, очень давно уже сюда езжу. То есть, наверное, лет 13 к одному тому же врачу. Но помимо того, что уезжали в Северный Уральс, там другой город, там был, конечно, другой врач. А так, постоянно сюда, только ее не боюсь, этого врача, и поэтому уже постоянный клиент. Поэтому сегодня съездила, все хорошо, показалось, все нормально. Мне там очень нравится, цена, качество, они постоянно растут, постоянно совершенствуются. Фу, быстро так все протараторила. И, кстати, у многих, наоборот, слышала из Первоуральска ездить в Екатеринбург, но оно и понятно. На Екатеринбурге и дороже, и там надо тоже так же найти своего врача. А я, получается, нашла в Первоуральске своего врача, которого, говорю, уже 13 лет лечу, и только у нее. И, ну, нравится, в общем, все. Все, дошла до машины, тоже запахалась там на улице. В общем, в этой поликлинике, получается, практически самого его основания. Она, где-то в начале 2000-х образовалась, эта поликлиника. Ну, не поликлиника, а стоматологическая клиника. И она, вот сколько лет, говорю, хожу, она только совершенствуется. То есть, они там постоянно обучение проходят. Врачи, вот я, говорю, 13 год пришла, вот просто давно уже не была, что в Североуральском. Все те же, только постарели. Прям так вижу, родные лица. Клиника, она, получается, находится в здании жилого дома. Она часть занимает первого этажа. Там все так уютно, там так все чисто. Ну, в общем, прям разрекламировала, разрекламировала. Но, повторюсь, что наоборот, многие с Североуральского наоборот ездят в Екатеринбург. Но у меня наоборот получилось. Тут, где мы припарковали машину, кстати, стоит такая машина. Я, кстати, стала часто замечать, вот, считайте, в Североуральске в Екатеринбурге наклеивают и делают вообще под Амбрелло Корпорейшн. То есть, помните, обители зла. Вот эта машина вообще целиком, видимо, фанат, что ли, этого фильма. То есть, здесь вообще наклеено и даже на ручках наклеено. То есть, мало того, что... Вон забаки, на зеркалах, вообще везде. Зеркала, вон там, шеферочки сзади. До этого, как ты видела, просто, наверное, на заднем стекле был зомтик наклеен. Написано на Амбрелло. Вот тут он вообще. Так что, видимо, фанаты просыпаются, что ли. Сейчас выезжаем из дворов. Тут дома стрющие вообще. А вот тут прямо по курсу выстроили, как она, гостиницу. Ее очень быстро построили. Ее просто впихнули. Знаете, как называется? Впихнуть невпихуемое. Есть что-то такое. Сейчас кого-то хэштег видела. Вот это вот про эту гостиницу. Тут и так-то все узко, тесно. А ее еще вставили. Вот, она, по-моему, даже еще не открылась. У нее там все запечатано. Сейчас, кстати, приезжаем. Получается, это центр Первоуральская. Здесь дворец. Не дворец. Как везде-то, как они называются? ДК, вон, Дом культуры. Вот там, кстати, далеко-далеко есть пельмены. Там раньше были вкусные пельмени. Сейчас, слушаю, Саша показать, посмотреть. Вот, тут еще ледовый городок сми разобрали. В этом здесь фонтаны. Вон они сейчас в культуре стоят. Ой, вот здесь вот фонтанчики. Тут Ленин. В общем, все как в центре, в каждом городе. А Ленина не видно из-за деревьев. Слушай, секунду. Слушай, в роллах. Здесь, кстати, снег почище, чем в Катеринбурге. Сейчас наши машины могут почище. Если очень-то выходит. Сейчас по плану у нас заехать на автомойку. На автоматическую. Как-то уже показывали. Летом мы заезжали. Сейчас у нас нормальное очередение будет. И пойдем. Вот этот Ленин. Прямо это администрация. Раньше тоже было некрасивое здание. Сейчас будет, мне симпатичное станет. Ну и вот такой вот центр города. Мы сейчас будем заезжать на автоматическую автомойку. Ой, солнышко вот. Мы, кстати, как-то заезжали. Только мы с детьми, по-моему, были там все. Нас смыли. Сейчас мы вдвоем. Мы взяли. Возьмите. 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 Мы сейчас поедем как вот та вот предыдущая машина нас будет там подавать, пока нас вручную всю грязь смывает. Ну видно, да, по окну, что все-таки грязная машина. Сейчас все смоет основное и поедем в эти щатки, в эти души. Такие ощущения вообще, в натуре это как для взрослых аттракцион, для взрослых, да, там еще такая подсветочка, еще музычка играют, вообще нормально. Сейчас нас так, чик, возьмет и мы поедем. А теперь угадайте, куда мы сейчас заедем. Сейчас покажу. Мы сюда постоянно заезжаем по дороге с Первоуральска, но просто грех заехать. Тем более мы, если не ошибаюсь, по списку практически все дела сделали, поэтому самое время отобедать. Так, мы доехали в Мегу. Но конечно пока не решили, где будем, где лежачи полицейские, блин, где будем кушать. В Икее или опять пойдем в Планету Суши. Честно сказать, хочу сырников в Икее. В Икее ресторан. Ну там даже есть реклама. В итоге мы пошли кушать опять в Планету Суши. Мы зашли в Икее Фудс, и там не было сырников. Все там уже было стандартное. Поэтому мы что-то так подумали и решили, что здесь мы больше наедимся. У меня все стандартное, у меня вообще ничего нового. Все, что я уже показывала, все, что я ела. А у Саши сегодня новое, то, что он ел суп острый, я забыл. Так, всем, кто кушает приятного аппетита, у нас опять очень вкусный обед. Вкусный, ты ничего не слышишь. Мы получаем просто наслаждение эстетическое и наслаждение живота и вообще просто класс. Всем советую в Планету Суши хотя бы просто отведать хоть что-нибудь из этого. Сегодня не смогли пройти мимо Старбакса. Это я взяла пробовать карамельный латте, жженая карамельный латте, самый большой. Саша свою уже выпил. Я вот хочу именно из-за вот этой вот пенки, надеюсь, пока я... Блин, я пока ее растрясла, она все растрясла. Хотела показать. Такая была красивая пена. Значит так буду пить, не буду даже трубочку вскрывать. Надо было, в общем, сразу не отходя от кассы все это дело. Там так классно делают взбитые сливки и карамель. В общем, красиво. Вот это все удовольствие большое стоит 305 рублей. Но плюсуют еще 20 рублей за вот эти красивые сливки, которые уже тут растаяли. Ну, в смысле растворились. И потом никто не говорит. Написано 305, а платишь на качестве 325. И они объясняют, что это латте идет с этими сливками. То есть, как бы они должны идти к латте, иначе это будет не латте. Ну, как-то, короче, в общем, очень хитро. Короче, странно написано одна, но купить вы по ней не можете, потому что это кофе не идет без этого. Не идет, да. То есть, как бы очень грамотно сделают. Ну, как будто Starbucks. Ну, ладно. Starbucks прощается. Там такая атмосфера, такие продавцы вообще. Вообще, заходишь туда, блин, ты не в Миге. Выходишь ты в Миге. Заходишь ты где-то вот далеко. Так классно вообще. Ну, ладно. Буду пить и наслаждаться. Кофе обалденно рекомендуем, да? Допиваю свою кружечку, хоть она казалась большой, но она так вкусно, легко выпилась, что вообще прямо уж таки сегодня день у нас вкусной еды, что вкусно поели, вкусно попили. Сейчас мы пойдем в метро, а то не значит, что мы там большую закупку хотим сделать. Нет. Самое главное, я хочу там курточку Максимки на весну. Она по распродаже продавалась что-то за рублей 600. И качество вообще классное. Я в другом детском магазине видела вообще ужасного качества. Там тонюсенькое, что-то за 1200. Поэтому надо сейчас брать, пока еще не весна. Весной все цены все равно поднимут на такую одежду. Да и в метро, кстати, сколько одежды брала, правда, взрослая. Она у меня вообще долговечная, с ней ничего не случается. Поэтому сейчас заедем, посмотрим. И плюс сегодня среда какие-нибудь акции, распродажи, тут вообще даже припарковаться негде. Мы еле место нашли. Что-то так везет в тележке. Опасно. Я фокусировку только что менял. Туда, 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 туда делал. О, на все последние углоточки. Сейчас я на метро сфокусировал. А сейчас оп, а я на метро сфокусировал. И все, пошли. Сейчас у нас незапланированный приезд в Гринвич. Просто получилось, что немножко по времени со стыковкой. Саше надо ждать по его последнему. Одному из последних сегодняшних дел. Поэтому заехали. Тут парковка теплая. Покажу, кстати, здесь... Ну, в принципе, есть места, да. Погуляем немножечко, подождем, как ему позвонят. Он, наверное, один сходит, а потом уже поедем по последнему делу. И сегодня, скорее всего, доберемся до Среднеуральском. Скатаемся и туда. Сегодня были и в Первике, и вот в Среднеуральском. В общем, парковка, получается, это около, не около, а под Гринвичем. Но это, по-моему, минус первый. Я могу ошибаться, может, это и минус второй. Сейчас посмотрим. Вот эта парковочка, но тут, как обычные парковки, тут запах парковочный. И, в общем... Я пошла? Причем к твоей пошла, пока я делала. Я тоже родился. Надо было свои проверить. Здесь встали поближе к входу. Надо запомнить, где он был. 2,6. Парковочков здесь очень много. Здесь на каждую шагку парковщик, наверное. И связь здесь ловит сотовая. Билайн даже ловит в 3G. И микрофон ловит тоже. Получается, вот это минус первого, а теперь уже будем подниматься в сам Гринвич. Идем, идем, идем. 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 Мы сейчас выезжаем из Гринвича. У нас вот такие, как они, паркоматы получаются. Но это уже получается не паркомат, да? А то, что наоборот, на выезде шлагбаум выпускателей. Сейчас мы ставим карточку. Идем. 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 Дальше. Идем. Идем. Идем, как бы это все. До свидания. стоянку парковка в общем по нему не скажешь что он бедный товарищ на лял схитрила проехала вообще обманул эту штуку все мы теперь едем в средний уральск единственно что же день уже практически пять часов получается вроде все успели быстро пока ждали оборудование это моё почитали ну как мы просто ждали до 3 часа вообще сегодня очень быстро освободились видел я сегодня по партию партию афроамериканцев и негров ну как бы негров это по-доброму по-доброму их неграми мы ходили с метро целых три группы куча очень 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 темнокожих скажем так людей не значит делать ну таких молодых то есть как будто студенты какие-то что ли приехали поморозиться но они да такие шарашины были одинаково одеты буквально это они еще не видели нашу зиму зиму минус 40 сейчас сегодня тепло кстати относительно сегодня все мне кажется можно начали собирать кстати надо это да надо это посмотреть какой-то слет считание данным увидеть целую партию китайцев да и так и не посмотрела я посмотрю ничего не было сегодня партия афроамериканцев что-то тут не то но может правда потому что студенты подмену там-то китайцы были не студенты здесь тогда здесь они молодые вообще все а там-то не студенты были да сейчас мы соберем все пробки все мы уже подъезжаем к Среднеуральску тут верхняя башмазь Среднеуральск кстати этот раз это Серовский тракт мы сейчас с него съезжаем как вот едем в Северальск тоже по этому тракту ну сейчас там уже все съехали а вот если бы не съезжали на то та же самая дорога ну здесь вначале какие-то производственные видимо здания цепа я была в башме и была в Среднеуральске ну как бы это было все так единичный случай и все набегом ну в принципе сегодня тоже набегом поедем в Среднеуральске мы заехали немножко не успела саму эту вывеску которую выбить название города снять ну в общем тут пока частные дома все идут коттеджи ну вот туда куда мы едем там должна быть лысотка сейчас мы поедем тут кстати застраивается и верхняя башма а Среднеуральск новостроен очень много у меня уже впереди вижу кран наверно там новых дома есть ну в Среднеуральске тут вот это новый дом это улица набережная тут все в перемешку новые старые дома и очень старые дома сейчас должны подрулить на набережную то есть тут тут новостройки на самой набережной там типа вот что-то такое лес но пока мы во дворах где все старые вот ряд новых домов и бороги конечно вообще капец ты говори говори мне тут сейчас чай на ноги нарьет вот там вот виднеется красивый этот сосновый гор и набережная там кстати с колясочками гуляют сейчас проезжали вот это место они позиционировали что типа дома вот эти новостройки в таком красивом месте вот эти дома одинаковые в этом месте уже видно что солнышко начинает садиться так что скорость тягнеет то мы как обычно вернемся домой когда уже будет темно сейчас все пробки мы выехали когда еще было темно вернемся когда уже будет темно вот это красивое место я думаю что тут летом вообще классно так сейчас мы сейчас выезжаем вот сейчас проедем место такое круговое движение ну может быть это и не центр среднеуральска но здесь автобус как я поняла останавливается сейчас увидим тут место ой ё вот это тут автостанция автобусы тут часы еще вот оно среднеуральска то есть мы отметились мы тут были вот такую вот курточку у максимки сегодня взяли в метро Максим иди сюда папе показался маме Максимка иди скорее вот тут вот стой стой покрутись тебе нравится классно да покажи какие тут мячики у тебя здесь мячик и она наверху наверху да и вот здесь вот мячик классно да вообще вот такая вот крутёха сейчас вам Максимка снимет покажем ценник сейчас быстренько покажу покупочки прям так у меня уже телефон садится прямо тут в коридоре это в летуале у них сегодня интересная акция была такой вот наборчик венцабо тушь эту я давно хотела попробовать как оборот всем известная и подводка в общем одна тушь стоила ну там дешевле на рублей шесть наверное чем этот комплект поэтому взяла посмотрела вроде дату свежая все в общем завтра уже буду пробовать с утра а потом все уже Аленка пришла такие вот носки это в метро получается две пары 64 рубля дешевле даже чем в фикс прайсе плюс они теплые и у них все положено что это и тут еще прорезиновая подошва что это не скользкие но это конечно взрослым не так важно как деткам но они мне понравились и по цене и по качеству хоть сейчас уже и ближе к весне но когда мы стоим с карапузами ноги все равно подмерзают такие носочки пригодятся далее вот таких вот два климата взяли пока еще акция вернулись чтобы взять короче нормально я честно говоря думала что их уже разобрали что они сделаны в Германии да они сделаны в Германии сейчас я тут вот мы идем они фокусируются на телефону сейчас это будет сейчас отключится аленка у меня из рук вырывает дела жидкость для снятия лака файлайф так сейчас еще что я хотела а вот это вот у нас вообще гвоздь нашей всей программы да опять детское шампанское темноватая беспечка но я не включаю что у него уже сейчас он сядет в общем это мы на день влюбленных взяли себе шампанское нам так этот напиток понравился вообще классный яблоко возьми сразу аленка яблоко и киви мы еще не пробовали обалденная штука на самом деле в плане состава Максимка смотрит это ему бабушка тут передала прогулка по России атлас мы сегодня встречались с моей мамой так где журнальчик то еще журнал там это вот еще один крем аааа ладно тут такое кое что еще есть это я покажу наверное уже завтра телефон зарядится да там пока разложу вот такие маму еще витаминки Максимке передала она выписывает ему вот еще две упаковочки Максимка пьет ну ну еще я себе журнал купила что то я его быстро найти не могу ну ладно это видимо уже завтра в общем такие у нас были маленькие покупочки но самое главное что мы успели и взяли Максимке вот такую курточку самое главное еще еще вот такие бокалы мы взяли это чисто германия мы собираем всю посуду какую какая там представляется в общем периодически покупывая как говорится и сегодня это вот такие четыре бокала они вообще классные у них ничего лишнего нет но они такие стильные вот здесь написано ой сейчас я открою вот они вообще ничего лишнего но видно что вообще качество классно аж блестит и вот здесь на каждом вот этот значок я уже показала что это с германией здесь кстати продублировано сейчас просто сложно идти на самом деле немецкая пишет немецкая это немецкая а зала читает это настоящая германия еще так что вот сейчас надо с кареткой рапузов это дело убежать такие у нас стаканчики появились в нашей коллекции